Что нужно, чтобы вы чувствовали доверие? Никто еще... А вы знаете, нет? Они знают, потому что они красную таблетку знают. Ох, как! Для того, чтобы вы испытывали доверие, вы должны понимать другого человека. Вы не можете доверять, потому что это будет заблуждением, если вы не понимаете другого человека. Если вы не понимаете, что он хочет, что для него важно, как он что-то переживает, как он на самом деле к вам относится, какие тараканы живут в его голове. Если вы не понимаете другого человека, даже если вы ему доверяете, вы безумные. Если вы ему не доверяете, это логично, потому что вы же его не понимаете. Итак, первое, что нужно сделать для того, чтобы в ваших отношениях возникло доверие, это взаимопонимание. Это понимание другого человека. А это сложнейший навык. Я вам должен сказать, что это целая наука в раздел психологии, который связан с нашей способностью реконструировать внутренний мир другого человека. Понимать, что на самом деле он собой внутри представляет. Не удовлетворяться каким-то образом, который у вас спартанно возник в связи с взаимодействием с этим человеком, а научиться его понимать. И это сложнейший навык. И я вам должен сказать, что самое приятное, что я читаю, как отзывы тех, кто прошел курс «Красная таблетка» онлайн, он как раз в этом и заключается одна из штучек совершенно замечательных. Это то, что вдруг ты начинаешь понимать, как работает твой мозг, как работает мозг другого человека, как он себя видит, и как ты его видишь. И когда здесь спадают, так сказать, чары, иллюзии и заблуждений, вдруг открывается, что этот человек какой-то такой, которого ты еще до этого не видел, не понимал, и который на самом деле вполне возможно и в самом деле заслуживает и любви, и заботы, который интересен. И когда ты начинаешь так себя в отношении этого человека вести, когда он понимает, что ты его понимаешь, то он же в ответ начинает очень сильно радоваться и тоже вести себя как-то. А если вы еще вдвоем прошли, а у нас такое случается, когда пары проходят курс «Красная таблетка» онлайн, и оба так, значит, глядя сначала в экран, потом выполняют задания, а потом так удивленно глядя друг на друга, вдруг начинают понимать, насколько много у них еще возможностей друг друга проникнуть. Потому что что такое доверие на простом, как бы, ну, я доверяю, дал 10 рублей, вернул мне 10 рублей, ну, вот доверие, да? Когда мы говорим «доверие», это большее, чем просто. Это я себя доверяю в этих отношениях, я себя доверяю другому человеку. Я могу это сделать только в том случае, если я понимаю его. Но, а как я узнаю, как я понимаю? Я должен знать, как работает мозг. Как мой мозг меня дурачит, а ваши мозги вас дурачат. Мой мозг меня дурачит, их мозги их дурачат, потому что они так устроены, они полны когнитивных искажений, заблуждений. Каждый из них имеет свою природу и так далее, я их описываю в книгах, вы их изучаете на онлайн-курсе «Красная таблетка». И мы начинаем вот в этих заблуждениях запускать кучу ошибок. И дальше мы пытаемся построить отношения и выносим в эти отношения эти наши ошибки. И дальше мы, что называется, входим в систему бесконечной эскалации. То есть я ошибочно что-то действую, не понял, не поддержал, не сообразил и так далее. Другой человек воспринял это как проявление чёрствости, отсутствие внимания, отсутствие любви. Он напрягается, у него ершистость нарастает, колючки вылезают из него, он обратно. И дальше иногда смотришь на двух людей, и вроде бы они даже решили жить вместе. Вроде бы они даже живут вместе, у них отношения какие-то, но они друг с другом как будто бы... Знаете, вот эта сила эмоциональной негативных эмоций к человеку, с которым ты решил жить, оказывается сильнее, чем ты можешь вообще испытывать даже к людям, которых ты на порог бы дома своего не пустил. Представляете, это из-за чего? Из-за этой эскалации. Одно небольшое непонимание приводит к другому непониманию. Одно усиливает эту обратную реакцию, это сюда, это сюда, и дальше это начинает... И два человека просто друг к другу скулы сводят, понимаете, когда они друг о друга думают. А начиналось-то с чего? Начиналось с того, что ты бы сообразил-то, там, что хотели-то, там, в той голове. А что в той голове происходило? А как твоя голова ошиблась, когда ты эти отношения стал заводить, и там, в этих отношениях стал действовать? Главливать. Поэтому один из важнейших совершенно вещей – это формирование навыка, понимание, структуры внутреннего мира другого человека и его потребностей. Потому что наши потребности, и это целая часть, вот эта большая курса «Красная таблетка онлайн» посвящена, они нами не осознаются. Наши потребности, они имеют такую эволюционную природу. Я про дофамин вам рассказывал, но я вам должен сказать, что этим наша нейробиология не ограничивается. У нас много всяких разных вложенных в нас механизмов, которые функционируют там сами по себе. Мы находимся в определенных состояниях. Вот когда человек говорит, я не чувствую, что меня уважают. Это что такое? А это, на самом деле, ему серотонина не дают выработать в достаточном количестве. Потому что каждый по-разному будет воспринимать уважение. Но это вы должны понимать, что происходит. Потому что как только вы понимаете, вы можете на это воздействовать, можете на это влиять. Поэтому после того, как мы избавились от иллюзий, это пункт первый, поняли, что вопрос не в человеке, а вопрос в наших навыках понимания. Наша задача состоит в том, чтобы это понимание сформировать. Это будет первая составляющая, которая позволяет нам увеличить эту степень взаимности. После того, как вы начинаете понимать другого человека, встанет вопрос, наполненный доверием и любовью. Встанет вопрос про любовь. Вы думаете, он встает в начале? В начале встает вопрос, называется вертихвостость. Ну там, шуры, муры, вот что в начале. Вопрос про любовь становится дальше. Когда проходит этот дешевый дофамин, выработанный, потому что у вас там замкнуло рефлекторные дуги, понимаете, и вдарило, так сказать, в подкорку, и выключило префронтальную кору. Вот там, где встанет вопрос. Потому что дальше вы уже встречаетесь с человеком. Встречаетесь с человеком, которым вы собираетесь жить. Жизнь-то это что такое? Жизнь-то это одиночество. Жизнь. Мы с вами выброшены в одиночество. Мы так и пришли в этот мир. Мы ведь нас выбросили. И заберут потом. И это одиночество или есть для вас хорошее путешествие, в котором вы путешествуете, или это тоска. А хорошее путешествие когда становится? Хорошее путешествие становится, когда есть тот, с кем вы можете разделить впечатление от этого путешествия. Ну и гордость, и радость, и неважно. Но впечатление. Потому что тогда вы не разговариваете с пустотой. Вы не разговариваете с одиночеством. Вы разговариваете с целым миром. Вы же ощущаете себя как целый мир. Вы ощущаете, нет? Каждый человек ощущает себя как целый мир. И когда вы другого человека понимаете в его объеме, и вы способны с ним разделить впечатление от путешествия по жизни, от рождения до этого, сейчас не будем говорить про нехорошее, вы получаете от этого впечатление, которое вы можете разделить с другим миром. И они обретают смысл. Какой смысл во впечатлении, если вы не сможете им поделиться? Вот зачем люди фотографии делают? Самим смотреть. В одиночке сесть так потихонечку, и наделаю фотографии, и тихо на нычку посмотрю. Нет, фотографии делаются для того, чтобы поделиться. И я делюсь впечатлениями. Но это такое утилитарное. А глубже, если вы понимаете, что там есть другой мир, который может отреагировать, это и есть преодоление чувства одиночества. И это ключевой момент, в который есть любовь. Потому что вы перестаете чувствовать себя одинокими. Я уже не говорю, что когда у вас это отношение возникает, то многие вещи, которые становятся совместными, как у экклезиаста, когда один идет, упадет, кто его поднимет, понимаете, когда двое идет, один споткнется, другой его поднимет. Время обнимать, время отнимать объятия, время разбрасывать камни, время собирать их. Это я вам, так сказать, ветки зовет сегодня, цитирую новости. Новости веткового завета. Экклезиаст. Поэтому это ключевая вещь. Любовь возникает в тот момент, когда вы находите в другом человеке возможность с ним вместе переживать события. Когда у вас грусть, вы вместе грустите, плечом к плечу, не обвиняете другого в том, что вам грустно, а вы вместе грустите, потому что что-то, бывают неплохие ситуации. Если вы веселитесь, вы веселитесь и радуетесь, получаете удовольствие. Это как, представляете, в сексе, например, один будет получать удовольствие, а другой нет. Это что будет называться? Это, я вам скажу, насилие будет называться в разной степени формы. Правильно? Да, самое отвратительное. Вот. Оба должны получать удовольствие. Понимаете? Так, вот оно что такое, когда это совместное, совместное проживание жизни и этих впечатлений. Ловлюйте.